Выдавленный на поверхность гроб ходил ходуном. Внутри него находился явно кто-то живой. Олег взял кусачки и перекусил цепи, сковывавший гроб. Все произошло настолько стремительно, что Олег даже не понял, что случилось. Крышка гроба отлетела, и оттуда выскочил старик. Но как только старик коснулся Олега, из Олега вылетела кожаная сеть. Как она вылетела и откуда, Олег даже не понял. Эта сетка очень плотно скрутила старика и прижала его к земле. Только когда Олег стал разглядывать эту сеть, он вспомнил, что это такое. Где-то 7 лет назад Зед показывал ему одно заклинание, которое ему тогда показалось абсолютно бессмысленным. Тогда Зед дал задание продумать способ нейтрализации человека, который неожиданно бы на вас напал. Олег тогда отнесся к этому достаточно несерьезно. И он не смог придумать ничего умнее, чем из него вылетит сетка и вот так вот скрутит злодея. Но Олег никак не мог ожидать, что это когда-то ему может пригодиться. Он подошел к старику и развернул его лицом к себе. Как ни странно, старик выглядел довольным, и лицо его было абсолютно незлобным. А ты оказался не таким уж и придурком, как выглядишь. Весело сказал старик. Олег просто опешил от такого дерзкого разговора. Одно дело, видеть какие-то галлюцинации, воображения, картинки, к этому он как-то привык. Но когда в твоем сознании персонажи говорят такие дерзкие вещи тебе, Причем явно не твоим голосом, Олег не ожидал. Между тем старик продолжал. Он испытывал сетку на прочность и был очень рад увидеть, что он не может ее никак порвать. Хотел тебя немножко проучить, показать тебе, что не стоит открывать те могилки, из которых ты не знаешь, что выпрыгнет. Никак не ожидал, что ты готов к встрече. Ладно, выпускай меня. Одень на меня вот эти браслеты. У Олега появились браслеты. Он тут же понял, как они работают. Они полностью сковывают волю того, на кого они одеваются и имеют возможность тут же вернуть закованного в могилу. Интересная штука, подумал Олег. А он не думал, что так можно было. Он надел на старика браслеты, немножко усилив заклинания. На что старик одобрительно хмыкнул, даже похвалил Олега. Молодец, ты быстро учишься. Ладно, я знаю, зачем ты меня вызвал. У нас теперь на двоих одна память. Дай-ка я гляну, что мы имеем на момент сейчас. Олег почувствовал, как по его телу пробежали мурашки, а потом пошла дрожь. Он ощутил знакомое ощущение сканирования. Примерно так рассматривал его его учитель. Когда он на него смотрел, его прям пронизывало нечто. И сейчас ощущения были точно такие же или, может быть, даже сильнее. Где-то в течение двух минут продолжался вот этот процесс. Потом старик выдал. Ты в курсе, что у тебя варикоз на правой ноге? Да, конечно, в курсе. И что с этим делать? Современная медицина это не лечит. Да-да, я уже понял, в какие темные времена ты меня разбудил. Нейроны мозга в ужасном состоянии. Я вообще не понимаю, каким чудом мы с тобой разговариваем. Я тоже не понимаю, как мы с тобой разговариваем. Для меня это еще большее чудо. Как ты смог меня разбудить? У тебя интеллект чуть выше обезьяны. Слышь, старый, ты базар свой фильтруй. О-о-о, агрессия-то повыше, чем у обезьян. Слышь, дед, тебе если что-то не нравится, я могу тебя назад отправить. Там, наверное, весело у тебя было в гробике. Ладно, ладно, больше не буду. Понял, что ты шуток не понимаешь. Может быть, шизофрения так и начинается? Я ругаюсь со своим вымышленным не знаю кем. О-о-о, да у тебя еще и психика нестабильная. Куда я попал?